В Красноярске завершено строительство здания Госархива. Осталась чистовая работа и уже в этом году сотрудники главного хранилища планируют отметить новоселье некоторых фондов. На современных автомобилях по современному городу повезут документы, которые в последний раз приехали сюда обозом, оберегаемые от разбойничьих группировок одинокими священниками. Наталья Ковальчук на этой неделе побывала самым святом для историков вместе и узнала, зачем сейчас приходят в архив красноярцы и даже приезжают иностранцы. Сюда не пустят, даже если хорошо попросить. Под замком документы о репрессированных и раскулаченных. Если доказать степень раствата, возможно, по официальному требованию покажут страницу, где указана фамилия предка. Если на ней будут другие имена, этот документ останется недоступным. Все остальные фонды Государственного архива Красноярского края готовы поделиться историей, которую они знают и хранят, как никто. Самый ранний документ датирован 1664 годом. Просто листик с указанием земли, отведенной под Енисейский монастырь. Материалы 18 века редкость. Более полно представлена жизнь губернии с 1830 года. Лучше всего просматривается жизнь Красноярска, Минусинска, Ачинска. Почти ничего по Канску. Там хорошо развернулась гражданская война. То, что ищет в фондах архива Вячеслав Филиппов, бывший летчик и военный историк, сохранилось в нужном объеме. Во время Второй мировой по ленд-лизу в Красноярск прибывали самолеты. Часть документов, которые проливают свет на то, как происходил перегон именно в городе Красноярске. А Красноярск было ключевое звено. То есть сюда приходили самолеты. И здесь уже летчики переучивались, приходящие с фронта летчики переучивались на американскую технику и летали отсюда. Вот здесь как раз я сейчас буквально последние три недели очень плотно работал с фондом Красноярского аэропорта. То есть он здесь есть, именно в госархиве. Здесь хранится достаточно много дел, где полностью раскрыта работа Красноярского аэропорта в годы Великой Отечественной войны, как раз касаемая в том числе этого периода перегона. Итогом работы Вячеслава станет книга. Уже не первая. Предыдущий труд не дал забыть фамилии тех, кто не вернулся с войны. За соседним столом в читальном зале Игорь Федоров. Он глубже погрузился в прошлое. Изучает монастырские и церковные документы. Это один из главных информационных источников для историков. Служители божьих храмов ответственно подходили к рукописям. По метрическим книгам современники восстанавливают родословные. К слову, правильно в генеалогическом дереве писать не просто Кузьма Павлович, а подписывать документ, из которого свидетельствует, что Кузьма Павлович жил и продолжал род. В 20-е годы рукописи стали не нужны. Сознательные люди тоннами отвозили их в архив. Сотрудники хранилища говорят, в поезд бы поклониться духовнику из Туруханского Троицкого монастыря. Привез на обозе. Сейчас туда два часа летят самолетом. К слову, монастырь, который сейчас возрождается, просит отдать документы обратно, но из архива ничего не отдаются. Самих священнослужителей Красноярского края после революции не стало довольно быстро. А документы, собранные ими, хранятся по сей день. Из 236 церквей, которые были в регионе, к моменту начала Великой Отечественной войны, действующим останется только вот этот Никольский храм. В 43-м для проповедей Луки Война-Ясенецкого о любви к родине откроют еще и Покровский. Но восстанавливать полностью историческую справедливость начнут еще очень не скоро. Здание госпиталя на декабристов должно принадлежать духовенству. А дом Красикова, который пытается вернуть себе церковь, был ею в прошлом лишь арендован. Об этом говорят документы. А еще о том, что два века назад и городские, и жители, и сельские имели обыкновение страховать свои дома, подробно описывая, чем крыт, сколько стен, есть ли пристройки. А еще о том, что открыть свою фотографию было практически невозможно. Сельским жителям отказывали сразу. В городе давали разрешение с большими сложностями, и это было преимущественно еврейским бизнесом. Подробные документы остались от Столыпинского переселения. Поскольку программа государственная, фиксировалось все. Кто приезжал жить на сибирскую землю, откуда, каким поездом ехал, на какой станции трапезничал. Прибывшим давали много земли, под пашню, под сенокоз, 15-10 на мужчину, даже 10-месячного. Нисколько на женщин. С собой переселенцы из более хлеборобных районов привозили и свою культуру, и даже свои семена. Многие годы у нас образовывается здесь общество тех, кто жил в затопленных ныне Красноярским водохранилищем деревнях и селениях. Так вот, эти, скажем так, люди или потомки уже даже тех, кто там жил, ну или еще сами, они живы многие. Ведь они очень сейчас активно занимаются восстановлением истории своих селений, истории своих, скажем так, сельчан. И все эти материалы тоже здесь, в Государственном архиве Красноярского края. Здесь восстанавливают свой трудовой стаж и награды за соцсоревнования, решают вопросы с наследованием. Когда пошла волна приватизации, чтобы узаконить, допустим, земельный участок, узаконить гараж, если не было документов, то первоначальный документ, который дает на это право, это решение горысполкома на отвод земельного участка под строительство гаража, частного дома. И у нас, вы знаете, очень многие граждане прошли через архив, получили архивные справки о том, что они не самовольно гараж построили, а построили на законных основаниях. Здесь самая современная пожарная система и здание, которое, уверяют хранители, переживет все соседние. И все-таки пора расширяться. Часть фондов займет новое помещение. Другая часть, как ни странно, сожмется до электронной версии. Данные ЗАГСа, метрических книг, экспедиция ссыльных, все самое востребованное появится в оцифрованном варианте. Это позволит лишний раз не выносить на свет то, что должно храниться при особых условиях, и донести информацию о сней колорит и даже запах предков и до следующих поколений. Наталья Ковальчук, Денис Корнилов, Вести Красноярск, события недели. Эту тему мы бы хотели обсудить с депутатом законодательного собрания Края Алексеем Клешко. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Алексей Михайлович, когда решался вопрос о выделении нового здания под архив, много было разногласий? Как вы понимаете, у Края много потребностей. Нужны новые детские сады, новые школы, требуют реставрации и серьезной реконструкции Краевой дворец пионеров. Много нужно новых спортивных, культурных объектов. Это все правда. Но мы все понимали и отнеслись вот к этому предложению, как к нормальной потребности. Потому что на самом деле архив это уникальное место. С одной стороны, и это было очень хорошо видно в вашем сюжете, это средоточие исторических, вообще говоря, документов, которые очень важны с точки зрения истории Края, освоения Сибири и много чего другого. С другой стороны, огромное количество простой бытовой потребности. Люди, благодаря Краевому архиву, устанавливают свои стажи работы для назначения пенсий, для установления каких-то льгот. В конце концов, просто ищут родственников, восстанавливают историю своих семей. Это очень важно. Поэтому архив это вообще память нашей цивилизации. Вот так к этому нужно относиться. На памяти экономить нельзя, это абсолютно точно. В Краевом архиве сегодня мы видим студентов, которые занимаются цифровкой фондов. Понятно, что это процесс, продиктованный современными возможностями. Требование полностью не исчезнет ли необходимость задавать организациям и ведомствам бумажные документы в Краевой архив. Или, может, с 2015 года туда будет поступать информация только на электронных носителях и вообще это нормально? Ну, нормально то, что развиваются технологии и люди ими овладевают. И, в общем, мы совсем не глубинка с точки зрения внедрения электронных ресурсов. Конечно, постепенно и документы все начнутся принимать, будут принимать уже в электронном виде с учетом цифровой электронной подписи и так далее. Это все регламентировано уже сегодня, законодательством будет происходить дальше. Но я подчеркну, в архивах два типа документов. Поэтому вот такие документы, как данные о приеме на работу, увольнении и так далее, вот эти такие рутинные, прямо скажем, данные, они, скорее всего, полностью перейдут постепенно в электронную форму. Но точно будут всегда оставаться документы, которые важно сохранить в печатном виде. Ну, вот, например, даже из новой истории, вот подписанный, принятый, подписанный устав края, которым мы все сейчас пользуемся. Это ведь не только правовой, но это и юридический документ, и исторический, он имеет очень важное значение. Поэтому, безусловно, в архиве есть что хранить. И самое главное, архивы точно будут расширяться с точки зрения предоставления всей этой информации гражданам в более удобном виде. Поэтому постепенно будут создаваться и новые читальные залы, постепенно будут создаваться новые электронные ресурсы доступа. Выставочные площади должны быть созданы постепенно в наших архивах, потому что это огромная часть нашей истории. Это задокументированный каждый шаг человечества. С этой точки зрения в нашей стране, в России, нам очень сложно с архивами. Вот эти огромные трансформации, огромные изменения, которые претерпевала страна, в том числе и в 20 веке, привели к утере огромного количества документов, описывающих жизнь. Поэтому задача нынешнего поколения сделать все для того, чтобы задокументировать все, что возможно сохранить в памяти о жизни и действиях наших предков. Это очень важно, потому что это во многом определяет и наш сегодняшний, и наш завтрашний день, и то, насколько все мы остаемся просто людьми. Благодарим Вас, Алексей Михайлович.